Без сна вынуждены проводить ночи родители детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Раз в месяц люди дежурят у детской поликлиники номер 5 целые сутки. Это ради того, чтобы получить талон на метод биологической обратной связи. Чтобы попасть в этот список, к поликлинике люди приходили даже ночью. Бумагу передавали из рук в руки в течение суток. И это ради того, чтобы получить талон к специалисту в детскую поликлинику на Ломоносово-102. Кабинет БОС биологической обратной связи нужен детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А талонов туда выдают около 20 в месяц. Вы сколько пришли вчера? В 3 утра ночи. И сколько постояли? Ну вот, до 8. В 5 часов стояли? Да. Метод БОС – компьютерная альтернатива лечебной физкультуры, говорят врачи. Просто без применения особых усилий. Поэтому бить тревогу родителям не стоит. Дети по показаниям, которые определяет врач-ортопед. И еще раз оговорюсь, что все эти дети могут заниматься лечебной физкультурой с таким же успехом. То есть получается, что прекратить существование кабинета биологической обратной связи дети не пострадают. Они все равно, им будет предоставлена возможность заниматься лечебной физкультурой на базе отделения восстановительного лечения. Мы начали ходить на ЛФК, но как бы раз нам назначили БОС-тренировку, то мы хотим попасть именно на эту тренировку, потому что я хочу, чтобы моему ребенку было хорошо. Эта женщина мне звонила вечером поздно и спросила меня, буду ли я дежурить. Я сказала, нет, у меня больной ребенок, мы на больничном. И она сказала, что я уже полтора года не могу попасть. Кабинет БОС работает с 8 утра. Как пояснили врачи, большинство родителей не могут водить детей на процедуру в первой половине дня. Не пришли люди, записанные на это время, и мы эти талоны предложили по списку, по порядку всем, кто был записан. Практически все отказались. То время, которое мы предлагали, это было утреннее время, к сожалению, их не устроило. Я пришла 2 сентября, да, 2 сентября была 23-я. Талончик был только на 9.35, я отказалась. Меня записали в отдельный список, что если кто-то ребенок заболеет, то меня пригласят. Вот меня пригласили с 15-го числа. Работа кабинета БОС не входит в рамки гарантии бесплатной медицинской помощи. Это воля больницы. Из-за многочисленных нареканий сейчас стоит вопрос о том, чтобы его посещали только тяжело больные дети. Ведь такой кабинет единственный в области. Евгения Карелина, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.